Сейчас мы покажем процесс, как происходит декарбонизация авиационно-космической стали. Вот данный кусочек. И далее мы увидим, как происходит обратное восстановление, когда металл будет из воздуха забирать углекислый газ и обратно восстанавливать свои физико-механические свойства. Я сделал здесь отметочки. Эти отметочки покажут нам, на каком расстоянии он примагничивается. Давайте еще раз попробуем. Ну, даже больше расстояния. Теперь мы вот этот металл поместим в нашу жидкость. Колуане. Теперь мы поставим магнит обратно на эти меточки. 30-1 минута. И мы сейчас увидим процесс размагничной декарбонизации стали. Данная сталь применяется в космосе, строительство спутников и кораблей. Так, давайте мы ее достанем. Поставим на метки. Сейчас мы видим, что она не магнитится. Все, магнитные свойства пропали. Потому что произошла декарбонизация. Сейчас он будет впитывать с кислорода, точнее с воздуха, углекислый газ и обратно восстановить свои свойства. По зеркалу воды вы видите, что никакой вибрации не происходит. От 30 секунд до минуты будет происходить процесс восстановления. Сейчас должен произойти процесс полного восстановления. Все, сталь восстановила свои свойства. Поэтому она обратно на этом расстоянии будет всегда магнититься. Вот так вот происходит процесс размагничивания и восстановления свойств.